Если у тебя с муниципалитетом не повезло, если у тебя нет вменяемого главы муниципалитета, для фермерского хозяйства, то тебе уже ни глава региона, ни Путин тебе уже не помогут, потому что 90% твоей проблемы решаются на уровне муниципалитета. И если у тебя не будет взаимопонимания, то ничего, тебе уже проект не будет развиваться. Почему? То есть я начал, сейчас расскажу, как я начал вообще проект, из чего началось. Я в юности ездил в поисковые экспедиции. Вы, наверное, знаете, это молодые ребята, которые ездят из Подмосковья, Татарстана, из Умуртии, из разных регионов, в местах, где были боевые действия во время Великой Отечественной войны, и в наших солдатах не захоронено. Я ездил в поисковые экспедиции, но самое сильное впечатление моего детства было даже не то, что по непоиске солдат, а я видел, как гибнет Тверская деревня, как она исчезает. То есть ты приезжаешь в деревню, пьешь с дедом в деревню, заходишь в иску, пьешь чай, через два года ты приезжаешь, а вся деревня закрылась, переработка молока в райцентре, закрылись 4 или 5 ферм вокруг, и все, и 20-30 деревень просто вымерли. Там нет людей. Ты приходишь в живую деревню, которая прошла несколько лет назад, там висит лук на стене, стоит каша, засохшая с ложкой на столе, одежда висит, шапка, фотографии, деньги, бензопила дружба, а людей нет, как будто мор прошел, это как страшно в фильме ужасов, то есть это вот страшная картина, она, наверное, въела с детства. После школы я поступил в оградный вуз, учиться на зону инженера. К третьему курсу оградного вуза я понял, что перспективы у меня точно такие же, как у этой деревни Тверской, я его радостно бросил, потому что тогда сельскохозяйство было невозможно развивать, все, как я пикировал вниз, никому это особо не надо было, я не верил в него. Я 10 лет работал программистом, коллеги, айтишником, программировал сайты, но мечтая о сельскохозяйстве, о фермерстве, они меня не отпускали, я мечтал об этом, но не мог решиться. Окончательно решился я 7 августа 2014 года, когда Россия ввела продуктовые контрсанкции. В этом момент я понял, что сейчас попрет, знаете, в жизни бывают моменты, когда нужно решаться здесь и сейчас. То есть я подумал, что Олег прыгает, я прыгнул. Я начал ездить по разным регионам, ну, конечно, это были в основном регионы вокруг Москвы, ну, где я жил, вокруг Московского областа, где я жил, по разным районам, разговаривали с фермерами. В итоге я все-таки остался выбранный под Москвой. Почему? Ну, вы сами знаете, что, какая главная проблема сельскохозяйства. Вы знаете, что самая главная проблема сельскохозяйства, мы все время про нее говорили много, это сбыт. Можно продать прекрасную продукцию, можно производить ее качественно, можно хорошо, можно недорого ее, там, с недорогой себестоимостью. Но если у тебя не будет ритмичного, нормального сбыта, у тебя, ну, все это не срастется и не будет возможным. Поэтому у нас Москва, это Подмосковье, это самый большой рынок сбыта во всей Восточной Европе. Да, может быть, и во всей Европе, наверное. Самая большая, это городская агломерация. И в итоге очень многие фермерские проекты, они заканчивают свой сбыт все равно в Москве. То есть когда они уже насытят рынок там своего региона, они все равно отправятся в Москву. И кроме того, в Подмосковье очень много еще, там есть у нас понятие великой миграции дачников, которые ездят на дачу на выходные, особенно летом, живут там. И они очень много покупают фермерской продукции, в разных там, даже 50-100 километров, даже в соседних областях покупают, доезжают куда. Второе, это абсурдный программ поддержки. Вот, ну, ни для кого не секрет, что сельское хозяйство без поддержки, оно не развивается. Без внимания власти, без субсидий, как бы, ну, без хотя бы там фокуса внимания. То есть у нас было понятно, что губератор очень удачно заболел молочным скотоводством, было понятно, что, наверное, это будет развиваться направление. Вот, в Татарстане, кстати, тоже проблем нет, то есть можно развивать и овощеводство, и молочное скотоводство, это помогает, это поддерживается, это фокус и внимание власти, ну, как бы, здесь не обижают. Вот, я обратился в муниципалитет, и к моему удивлению власти выделили мне в аренду 46 гектаров земли. И это до последнего момента, пока я не подписал договор аренды, я не верил, что это случится. Ну, просто мы же с вами, нас всех много уже обманывали, когда, на нашей жизни. И пока бумагу не получишь, не подпишешь, некому обещали, что сейчас, сейчас сделаем, сейчас получим, но я до конца не верил. Вот, сейчас я плачу за 46 гектаров земли, где-то, наверное, 8 тысяч рублей аренды. Вот, в этот момент, я когда рассказываю своим немецким коллегам или швейцарским коллегам, сколько я плачу за землю, они плачут от зависти. Но потом, когда они мне рассказывают про свои кредитные ставки, плачу от зависти уже я. Когда я понял, что государство собирается, наверное, помочь, поддержать, отдать землю в аренду, ну, как начался проект. Я пришел к главе муниципалитета своего района, с Вахманом, на котором расчеркил всю схему, бизнес-планы, предложил пределы, и начал уверенно рассказывать, что я смогу, у меня есть деньги, проект реализовывать, это моя мечта. Вот, он молча собрал документы, ну, схему, и сказал, что, слушай, мы тебе поможем. Вот, я сейчас посмотрю, изучу, как мы тебе позвоним. Я думал, что все, мне не позвонят, скажут, ну, дурачок кустельский пришел, переболеет, и это не закончится. Но, к моему удивлению, мне через неделю позвонили, и мы стали как-то вот, ну, потихонечку подыскивать землю, оформлять. Оформление землика вообще, ну, все, наверное, большинство здесь уже с этим натыкали, это исправили. Это долго и сложно. Вот, и слава богу, что я так понимаю, что проблема в овощном классе, она решена по форме кооператива, то есть не будет этих месяцев. У нас оформлялась земля 9 месяцев, когда я получил, я выяснил, что это уже очень недолго для России, то есть это были рекордно короткие сроки оформления, то есть реально все напрягались, и как можно быстрее все это делали. Вот, за это время я поехал учиться варить цирка, мне моего аграрного образования не хватало, я поехал в Германию, Швейцарию учиться варить сыры, в основном это была Германия, вот, получал зарубежный опыт, а у нас не могут научить. У нас на всю Россию единственное место, где могут в России к чему-то научить, а, кстати, куда я могу порекомендовать поехать, это Углич, курсы, принесы, родили. Это единственное место, где хоть чему-то могут научить, как бы. Остальные курсы, куда вам будут говорить, что мы вас за 2 дня научим варить сыр за 3 дня, вы сейчас заплатите нам 30 тысяч рублей, вы будете уметь варить камамберы, этого не случится. Ну, как бы, вот, у нас единственное место, это Углич и профтехобразование. Человек уезжает в 7 год, ну, пока он начнет хоть как-то сыр варить. Потому что сыр, это самое сложное, что есть в переработке молока. Дальше, а вот закупка оборудования уже повезло. У нас вот первая серия оборудования, она была на тот момент, когда закупалось оборудование, как раз хлопнуло очень удачно, ну, или неудачно, курс рубля. Евро стоило в районе 100 рублей, 90-100 рублей. И российское оборудование стоило в 5-7 раз дешевле, чем, там, швейцарское или немецкое. В итоге мы собирались из всей России по нитке, что-то переделывали из советского. То есть мы до сих пор варим сыр, у нас советская ВДПшка, на ванной, к которой мы приделали просто мешалки там, и мы прекрасно варим сыры. Вот, но плюс этого оборудования было очень дешевое, оно уже окупилось. То есть мы котлы купили в Москве, пресса в Золотоусте, парогенератор в Орле. Но все это уже российское оборудование окупилось. Купили бы мы импорт, и до сих пор бы еще за нее расплачивались. Вот, кроме того, минус иностранного оборудования, это сроки. Пока они будут делать там, пока они там подумают, примерят. У нас много оборудования уже очень быстро делают. Вот, ну теперь самое интересное. Всем же интересное, сколько денег было вложено. На первый этап инвестирования у меня ушел 21 миллион рублей. Это первый круг сыроварни, на котором мы варили, ну, 200 килограмм сыра. Сразу скажу про сроки. Я когда вот эту сумму вкладывал, вот эти деньги, я искренне верил, что мы через 3-4 месяца запустимся. Я вот правду верил. И у нас такой, помогал климат оборудование проектировать такой дедушка, его зовут Лев Аркадьевич Лурье, так старая такая советская интеллигенция, он всю жизнь не работал. Он говорил, сынок, я ему говорю, Лев Аркадьевич, да мы сейчас через 3 месяца, да мы тут сейчас козу налету, да мы тут то-то все сделаем, да мы сейчас весь сыр сварим. Через 3-4 месяца выйдем на плановый объем. Он говорит, сынок, ну, год, хотя я на тебя смотрю, даже даже год полтора у тебя будет. Я говорю, да откуда вы знаете, да чего вообще вы знаете, да как бы, мы сейчас тут другие технологии, другое время. Он говорит, сынок, я за всю жизнь 60 заводов запустил, полтора года. Вот, он прям день в день сдал. Вот как бы он, этот дедушка сдал все, потому что у нас постоянно возникали проблемы, которые нельзя тут посмотреть. Сароварди, мы сейчас запускаем полтора года, а коровник, как я на своем опыте уже выяснил, он запускает 3-4 года. И когда нам из сихозы расскажут, что коровник за 7 лет, за 9 месяцев окупается, за 7 лет окупается, это, конечно, вранье. Никто не верит. Вот, это реально не так, 3-4 года. Вот, ну, куда ушли деньги? Смотрите, очень важный момент. 3,5 миллиона рублей ушло на здание, 4,5 миллиона ушло на оборудование, а вот дальше начинаются те расходы, которые я в бизнес-план не включил. У меня бизнес-план, можно, кстати, посмотреть, это я в блог ввел с самого начала. Блог начал ввести для того, чтобы пути назад, как говорится, не было. У нас есть такая поговорка, вы все знаете, номеруя смерть красная. Вот чтобы не развернуться, чтобы не побежать назад, я уже начал писать. И у меня, кстати, тысяча комментариев было, можно сейчас посмотреть. 998 писали, что я потеряю деньги, что ничего не получится, тебя чиновники разденут до трусов, ты все потеряешь, лучше сожги деньги, хоть согреешься, или отдай родителям, как бы, ну, хоть какой-то толк будет. Вот, но я не послушал. Я думал, что я с моим опытом стартапов 10 лет в IT-бизнесе, я сейчас все подсчитаю, я такой весь умный, но вот, к сожалению, сумма реально выросла, смотрите, 6-7 миллионов рублей, ровно на число пива можно умножить, и ровно получилось 26 миллионов рублей. Потом начались инфраструктурные расходы, которые я вообще не считал. Вот они, кстати, в овощном кладке, они все заложены уже, электричество, подключение, трансформатор, дорога, вот, а нас это все стало, не дать деньги. 2 миллиона сразу ушло на электричество, дороги, миллион вышел просто на зарплату, на выход на окупаемость, миллион вышел на проектирование зданий, межевания, катастрофа, на счет бумажную бухгалтерию. 20 миллионов рублей ушло на утреннюю коммуникацию, водоподготовка на сыроварню, это очень важно, чтобы у вас было, много воды будете расходовать, на литр переработанного молока, маленькая сыроварня, расходует 4 литра воды. Большой молозавод 2 литра воды расход, но у маленькой сыроварни будет расход 1 литр 4. Это очень большой расход. То есть если вы перерабатываете тонну молока, водой вы будете выливать 4 тонны минимум. Потом полтора миллиона рублей, я не могу посчитать, куда делись, я плохой бизнесмен, но они просто рассосались куда-то. Миллион рублей была текучка, я писал постоянно год назад, миллион рублей был выброшенный сыр, ну, реально, я его сейчас уже на 4 миллиона выбросил, это все равно будет, но все равно сразу не получится, то есть надо спокойно к этому относиться, какого-то закладывать, куда вы утенете, искать свинарничек. У нас первый год, нас очень любил фермер, у которого свиньи, его, кстати, кое-что с тем, что чуть не побили, потому что он всегда радостный, когда мы все его выбрасывали, он всегда радостный приезжал, как бы, такой, что у нас сегодня хрюшком на обед? С таким довольным лицом, я говорю, слушай, Саша, ты приезжаешь, он не таким довольным, не так, улыбайся, потому что тебя мужики побьют в итоге, потому что всегда эта вся зарплата наливалась. Потом на миллион рублей я докупил на завтра для йогурта и несколько шестарских форм, пластик, всякую мелочевку. Полмиллиона рублей стоило в кладбице для развоза продукции, это была Лада Ларбус, это прекрасная машина, рабочая лошадка, основная по продаже продукции по развозам. Два миллиона рублей это была оборудка на молоко, варенье, банки, моющие средства. Ну, сейчас все затраты, оборудка, все это выросло, ну, раз, наверное, в три уже, за период, за год. Откуда деньги? Теперь самое интересное. 500 миллионов рублей это были заняты у друзей, у партнеров по прошлому бизнесу, в общем, у всех, у кого только я мог занять деньги. Просто я ходил, как наркоман, занимал просто у всех, у кого мог стрельнуть денег, у того занимал. Ну, я думаю, что вы, естественно, господинственные, все ситуации были. Много раз, я вам, ну, можно даже не рассказывать. Два миллиона рублей я занял у сестры, я до этого не занимался сельскохозяйственным бизнесом, я искренне верил, что я сейчас отобью за миллион рублей и сестра купит квартиру. Ну, стоит вам рассказывать, что сестра на спорту квартиру не купила. Вот. Полмиллиона я занял у врата, вот этот сейчас следующий шаг, 30 миллионов рублей была выручка с продажи квартиры, вот это не делайте. Я искренне верил, как бы, что мы сейчас отобьемся и купим квартиру сразу же, через годик или полтора. В общем, я два года в бытовке прожил, чтобы понимать. Здравствуйте, здравствуйте, в вашем уралке, а я в бытовке, вот. Миллион рублей были накопления, два миллиона я продал машины, Toyota, Mercedes, два миллиона рублей продажи, и бизнес, я продавал все, что мог, активы, но деньги кончились. Но в любом стартапе деньги рано или поздно кончаются, вот, они меня, я запустился, мы с Араварной запустили, мы начали строиться в июле, в августе мы начали запускать ее, но мы, естественно, не смогли быстро запуститься, мы торжественно, конечно, открылись, годовщие введение санкции, мы же все торопились, мы же, ну, русские люди с душоком понимали, это наша проблема нашего народа, большого, что мы все любим к памятным датам, Берлин к 1 мая брать, к староварной годовщине санкции открыть, ну, в общем, открыли мы торжественно ее 1 августа, 8 августа, первую годовщину введения санкции, но запускалось все это еще там, еще годик, там, до полного этого выхода на мощность, вот, но торжественно перерезали ленточку, что-то мы, конечно, даже сварили, но потихонечку что-то начали делать, йогурт начали потихонечку делать, сыр, и где-то октябрь мы пережили, а потом датчики исчезли, и, короче, продажи встали, денег не было, в общем, я думал, ну, к тому моменту я закончил уже сайт, я был сапожником без сапог, а программист без сайта, сделал к ноябре месяцу сайт, и в доке перестали давать, ну, помните, как в Золотом Теренке мои годы примелькались, и уже стали просто уже бить при просьбе дать денег, но по 5 тысяч рублей мне было неудобно занимать ездить, там, по 3, по 5, я думал, сейчас, если с друзей знакомых соберу кроссфайдинг, они мне отправят опять, пишу я заголовку сыра, и я протяну еще 2 недели, а там что-нибудь придумаю. Субтитры сделал DimaTorzok